Итак, здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас торник, 30 мая. Давайте посмотрим на графики еврофунта и поговорим о дальнейших перспективах движения. Видим, что вчерашний день был достаточно спокойным. Да, сохранилось давление на европейскую валюту. То тот факт, что республиканцы и демократы достигли соглашения и, скорее всего, удастся избежать дефолта, никак не отразилось это положительно на рисковых активах. И давление, как мы видим, сегодня сохранилось. Да, новые политические потрясения, связанные с обострением ситуации Косово и Сербии, конечно, не добавляют уверенности трейдерам, не добавляют уверенности в завтрашнем дне, тем более там и замешаны солдаты Альянса НАТО. В общем, ситуация сложная и политическое давление, как мы видим, серьезно сказывается и на валютных рынках. Вчера не было у нас никакой статистики, поэтому особо обсуждать нечего. Сегодня ожидается, что в Палате представителей пройдут слушание по как раз вот этой долговой сделке, которая была заключена между республиканцами и демократами. И если все произойдет отлично, то завтра состоится голосование в Конгрессе и про эту проблему можно будет забыть только после того, как Байден подпишет новый законопроект. Поэтому сейчас такая нестабильная ситуация. Видим, что давление на евро и фунт сохраняется, но если у фунта еще есть шансы на восстановление, то евро на азиатской сессии сегодня уже обновил месячный минимум и нацелен на дальнейшее падение. Но прежде чем поговорить в технической картине, давайте посмотрим в экономический календарь. Как мы можем видеть, по еврозоне сегодня запланирован выход данных по агрегату М3 денежной массы. Достаточно интересные данные будут по объему кредитования частного сектора. Напомню, что Европейский Центральный Банк, в принципе, как и Федеральная резервная система, переживают о том, что кредитование сократится из-за высоких процентных ставок, из-за проблем в банковской сфере. Но если в США она реально существует, то в еврозоне от нее открещиваются, говорят, что у нас все нормально, все стабильно. Но и в целом недавние исследования подтверждают, что на самом деле все неплохо, а банкротство швейцарского банка это скорее было не нормой. И в целом ситуация в еврозоне достаточно стабильная. Индикатор потребительской уверенности выходит у нас, ожидается он без изменений в мае этого года. И по всей видимости акцент уже будет дальше смещен на индекс доверия потребителей. Или, говоря другими словами, индикатор потребительской уверенности. Видим, что прогнозируется в мае снижение его до 99 пунктов со 101,3. Если так случится, то может вернуться давление на американский доллар. И после обновления месячных минимумов, после сохранения давления в ходе европейской сессии, американская сессия пройдет под флагом быков. Так что обращайте внимание и на этот момент. Теперь, что касается технической картины. Есть у нас ближайшая поддержка 0,674 для графика евро-доллара. Часовой график и формирование на нем ложного пробоя, на мой взгляд, будет хорошим сигналом на покупку в расчете на коррекцию хотя бы в тех же 25-30 пунктов внутри дня. А если повезет, на фоне плохих данных по индикатору потребительской уверенности в США, мы вернемся к максимуму в районе 0,721. Если на 0,674 никому нету, покупки откладываю на отскок уже до уровня 0,634. Опять же, с той же коррекцией 25-30 пунктов внутри дня. Что касается продаж, не вижу я пока перспективы лезть на текущих недельных и месячных минимумах. В любой момент торговля может развернуться и евро начнет восстанавливаться. Поэтому только при восходящей коррекции на ложном пробоя 0,721 либо сразу на отскок от 0,755. Продавать на 0,674 буду только ближе ко второй половине дня после закрепления ниже этого уровня, обратного теста снизу вверх. И должен выйти достаточно неплохой индикатор потребительской уверенности в США, чтобы мы продолжили обновлять месячные минимумы. Что касается британского фунта, никакой статистики сегодня по Великобритании нет. Видим, что пока у буков, как я уже говорил, есть шансы на сохранение восстанавливающей коррекции. Но вот это движение вниз на азиатской сессии, скорее всего, продолжится и в лучшем случае удастся закрыть пару в боковом канале. Это нижняя граница и минимум месяца 23,08. Здесь буду покупать при формировании ложного пробоя, либо буду покупать на 22,75 или еще ниже 22,37. В расчете на ту же коррекцию в 30,35 пунктов. Задачи быков сегодня закрытие дня выше середины. Это 23,51. Закрепление на этом уровне. Тест сверху вниз даст сигнал на покупку с рывком на 23,91, где посмотрю продажи при первом тесте на отскок с той же коррекцией в 25,30 пунктов. Продажи на 23,51 только на ложном пробое. Если и тут, и тут никого нету, то короткие позиции на отскок от 24,27. Всем удачи! Продолжение следует...